Напомним, что такое число сочетаний из n полка гаусса. Система координат. Представьте себе, как он длинен. Начинаем с начала координат. Каждый раз двигаемся или на единицу вправо, или на единицу вверх. Так, 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 так. И после этого вот так вот идем, да? И такую диаграмму мы пишем в вот каким округом. Мы запоминаем, что эта диаграмма соответствует q в степени. Смотрите, в какой степени. 3 плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 5 плюс 5. 3 плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 5 плюс 5. q – это некоторая группа. Естественно, если мы зафиксируем вот эту вот точку, то есть точка с координатами n-k, то будет конечное число таких диаграмм, таких путей, которые мы, что и с начала координата закончили, это количество этих путей, то есть число сочетаний из n-k, обычное, не гауссово, а самое обычное из кабинат-долики. А вот каждую из них мы заменим на такую штуку. Так вот, мы уже доказывали так называемый гауссов коммунитативный пеном. Это вот такая формула. 1 плюс qx умножить на 1 плюс q2x и так далее, и так далее. Умножить на 1 плюс q в степени nx – это сумма по k от 0 до n таких слагаемых. Число сочетаний гауссово из n по k умножить на x в степени k умножить на q в степени k плюс 1 пополам. Легко понять, откуда берется вот это вот k умножить на k плюс 1 пополам. Если вы берете x в к, то это же означает, что надо из k скобок взять вот такие выражения. Ну, в какой-то степени может до x, ну, в какой-то степени, так далее. Минимальная степень. Минимальная показатель степени – это, сами понимаете, 1 плюс 2 плюс k. Коммутативный гауссов пеном. Сейчас я хочу вывести так называемое тройное произведение якоби. Ну, его по-разному называют. Иногда его называют тоже «сто гаусс-якоби». Вот такое, что называется, из Википедии название «тройное произведение». Оказывается, это сделать очень несложно. Если вы чуть-чуть преобразуете вот эту форму, что вы должны сделать? Вы должны, во-первых, написать не 1 плюс ux и так далее, а написать вы должны 1 плюс u в степени минус m плюс 1x, 1 плюс u в степени минус m плюс 2x и так далее, и так далее. 1 плюс u в степени nx. 1 плюс x, 1 плюс x, 1 плюс u в степени nx. То есть я пишу, смотрите, я пишу 2m сколько? 2m множители. Это, конечно, не вполне вино, но если мы с вами сейчас введем вот такое вот обозначение, q в степени минус m умножить на x, обозначив это новой буквы, то легко понять, что это как раз и будет, смотрите, это будет 1 плюс u, 1 плюс u квадрат y и так далее, и так далее, и так далее. 1 плюс u в степени 2m. Заметьте, это получился в точности. Комбутативный гауссовый бенон, только вместо n написано 2m. Замечательно. Значит, здесь будет сумма. Гауссовое число сочетание из 2m в к. К пробегает значение от 0 до 2m. Пока все понятно. Дальше будет у в степени k. У в степени k умножить на k плюс 1,5. Но меня-то интересует ответ не в теме на у, а ответ в исходном положении. Поэтому надо все-таки назад подставить. То есть я должен сейчас... Что я сейчас должен сделать? Подставить назад. Я должен подставить назад. То есть вместо буквы y, да, я должен написать вот это. Согласны? Замечательно. Я получу, собственно, вот это же выражение. Давайте посмотрим, что это будет означать. Это сумма. По k от 0 до 2m. Все замечательно. Число сочетаний. Так и будет. Все хорошо. А вот здесь будет x в степени k умножить на k в степени минус km плюс k умножить на k плюс 1,5. Вот я получил ответ. Но это не вполне то, что я хотел. Почему? Потому что я хочу получить аж тройной пример. А у меня пока все скобки написаны вот так вот подряд, 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 подряд. Оказывается, нужно сделать следующее. Нужно здесь половину множителей отделить. И вот первую половину множителей тоже отделить. Давайте я даже промежуточное уберу, потому что этот у меня уже больше не интересует. Я опять получил 1 плюс x, 1 плюс ux и так далее. 1 плюс u в степени mx. А вот дальше, смотрите, я из всех, нет, я не промежуточный, я так сказал вам, поровну множителей, а поставил неправильно. Вот так будет поровну множителей, потому что у в первой степени, у в второй, у в степени m. Здесь у нулевой, минус первой, в степени, минус n плюс 1. Вот, теперь давайте я из каждой скобки вынесу вот эту штуку. Тогда на этом месте появится единица, ну а там, где была единица, появится что-то другое. Получится, q в степени m минус 1, x минус 1, согласны? Отсюда вот это вот вынесем, q в степени m минус 2, x минус 1 и так далее. Что я не слушаю? Вы 1 плюс x не убрали, а куда? 1 плюс x не убрал, я совершенно зря. Спасибо вам большое за исправление. Коммуникационно. Здесь у нас будет, когда вынесем, здесь будет q умножить на x в минус 1 степени, и, наконец, будет просто x в минус 1 степени плюс 1. Вот, но мы вынесли много чего. Давайте поймем, что мы вынесли. Из каждой скобки мы вынесли x. Это означает, что здесь вынесли x в степени m. И еще мы выносили q в отрицательных степенях, минус 1, минус 2 и так далее, минус 1 плюс 1. Значит, здесь получится q в степени минус m умножить на m минус 1, минус 2 и так далее. Это сумма всех числ от того, да? Вот теперь простая штука. Я зачеркиваю это вот здесь и переношу в другую часть. Это очень несложно. Для этого надо просто написать здесь x в степени минус m, q в степени m, m минус 1 пополам. И теперь давайте думать, что у нас получилось. У нас получилось довольно понятное выражение. Только вот q входит в довольно хитрый степень. Давайте показатель степени обратно выпишем. Смотрите, что это такое. k умножить на k плюс 1 пополам, минус km, плюс m умножить на m минус 1 пополам. На самом деле, это можно записать короче и понятнее. Давайте так и все уникали, да? То есть такая, такая такая. На самом деле, я не могу нарисовать. Смотрите, как. Вот это треугольное число. Это сумма всех чисел от единицы до чего? До m минус 1. До m минус 1, совершенно верно. До m минус 1. Я к ним прибавляю такое треугольное число. Замечательно. Давайте прибавлять. Прибавим треугольное число. Вот я вот этот треугольник покажу. Здесь высоту m минус 1, да? Замечательно. Давайте я так и сделаю. Я просто вот здесь была именно достаточно одна точка. Я добавлю еще одну точку. На предыдущем уровне две точки. На предыдущем уровне три точки. И так далее. И на каком-то уровне у меня добавится k точек, да? Замечательно. Здесь m точек. Здесь у меня в слово так и по диагонали. Так, ребята, вот этот прямоугольник, это в точности и есть, что? Да, это так. Правильно. Размером в ширину будет m, вот, а в высоту m на k, да. И осталось понять, какой же здесь показатель. Здесь у нас осталось треугольное число. m минус k, это будет минус l. Тогда здесь будет l умножить на l плюс 1 пополам. Правда? Да, вот здесь минус l умножается на минус l минус 1 пополам. И вот это вот длинное выражение приобретает, смотрите, какой вид. Значение можно принимать l. l это k минус m. От минус. Значит, l от минус m до m. То есть, l принимается лично, значит, от минус m до m. Число сочетаний. Из 2m, вот как? А вы помните, k это m плюс l. x в степени l. q в степени l умножить на l плюс 1 пополам. Господа, согласитесь, формула стала намного понятнее, намного короче, чем была. Если умножаете... Если умножаете вот эти вот скупки... Что это такое? Это 1 плюс q в степени r, где r пробегает значение от 1 до m. x. Умножаете на вот это. 1 плюс q в степени r минус 1. x минус 1. Потому что, видите, здесь чуть-чуть сбито, да? Здесь у нас были везде q в степени m. А здесь на единицу меньше. Поэтому здесь пишу q в степени m минус 1. x в минус 1. Так вот, когда вы все это перемножаете, то получаете вот тот ответ. Сумма. Число сочетаний из 2m по l. l от минус m до m. Число сочетаний я уже написал. x в степени l, q в степени l, l плюс 1 в полу. Согласны? Вот это, заметьте, алгебраическое тужинство. То есть здесь нет никаких бесконечностей. Здесь у нас просто, ну, что называется, ну, вот такое... Просто как нет кончленов, да? Ну, конечно, здесь x минус 1 есть, но вот не более x. То есть отрицательные степени x бывают, то же, чем бывает. Теперь давайте посмотрим, во что превращается эта тождество, если мы устремим m в бесконечности. Слева все абсолютно понятно. Получается просто-напросто произведение по всем мембральным числам r, единица плюс q в степени r x, единица плюс q в степени r минус 1 x минус 1, да? А вот интересно, что получается здесь? Смотрите, число сочетаний, оно же суммирует такие вот диаграммы, которые вписаны в прямоугольник с периметром на 4m, да? То есть вот сумма координат вот этой точки, это 2i, помните? Соответственно, когда m стремится к бесконечности, на самом деле здесь, собственно, будут просуммированы все диаграммы. Вообще все, без исключения. Это означает, что здесь возникнет просто-напросто сумма, взятая по всем целым числам, сумма чему? x в степени l, это понятно, это вот отсюда, q в степени l умножить на l плюс 1 пополам. Это тоже понятно, это отсюда. и что нам дадут все такие диаграммы? Это просто-напросто шло сочетание на бесконечности по бесконечности. Это все диаграммы лунга, какие есть. У нас уже это обсуждалось, эта функция у нас в начале курса обозначалась φ от x, замечательная штука, которая была придумана Эйлером, и она разлагалась в произведение следующим образом. Единица, деленная на 1-у, 1-у квадрат, и так далее, и так далее. Ну, точнее, это было φ-1, потому что φ, как раз, было произведение вот этих вот штук. Единица, делить на у в степени n, взятая по всем правильным n. Давайте я это пишу еще очень строго. То есть произведение единица, делить на 1-у в степени n, взятая по всем отлично. Так давайте домножим на знаменатель. Тогда в левой части у нас будет произведение давайте эту букву f заменю на n и спешу его на следующий момент. 1 плюс q в степени n умножить на x, 1 плюс q в степени n минус 1 умножить на x минус 1, 1 минус q в степени n всякая х. Вот. А в правой части останется сумма по всем целым числам x в степени n q в степени n умножить на n плюс 1 вот такая вот строчка. Это бесконечное такое вот тройное произведение. Продолжение следует... Продолжение следует...